200 участников, ученики 8-х и 10-х классов, собрались в 132-й школе Самары, чтобы пройти региональный этап Олимпиады, посвященный 200-летию со дня рождения Петра Алабина, выдающегося российского государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Самары. Ранее Олимпиада прошла в 37 муниципалитетах региона. На финал съехались победители. Олимпиада проходит в рамках культурно-просветительского фестиваля «Алабинфест». Он реализуется региональным отделением Российского военно-исторического общества в Самарской области при поддержке регионального правительства. Все посвящено 200-летию Петра Владимировича Алабина, со дня рождения Петра Владимировича, его деяниям, его судьбе и, конечно, результатам его деятельности, жизни и для Самары, и для других регионов России, а это именно и Киров, Кировская область, где он также является почетным гражданином. И Севастополь, где он является инициатором музея Черноморского флота, где он также принимал участие за оборону Севастополя, потому что Владимир Владимирович является участником четырех войн. Ну и, конечно, сегодня будут представители республики Болгария, где в Софии он был первым губернатором освобожденной Болгарией после русско-турецкой войны. Участники Олимпиады ответили на 32 вопроса, которые разделены на два блока. Важно было не только, ответить правильно, но и сделать это быстро. Ребята приехали подготовленные, поэтому рассказывают, что большинство вопросов затруднений не вызвало. Был сложный вопрос по поводу, где захоронено тело Алабина и его жены Варвары, но я изучала этот вопрос и надеюсь, что я написала правильно. Мы живем в городе Самара и у нас очень много людей, которые очень важны для Самарской области и изучать их очень интересно. Поэтому Олимпиады очень важны. Победители фестиваля получат возможность принимать участие в масштабных проектах и станут зрителями на центральной трибуне Парада памяти, который проходит ежегодно 7 ноября. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События.